Добрый день, меня зовут Николай. В прошлый раз мы говорили на тему питания, хотел бы с вами продолжить эту тему. В прошлый раз мы поговорили о том, как нужно создавать дефицит калорий, попробовали навести порядок в своем питании, составлять дневник, как создавать правильно этот дефицит калорий и поговорили о количестве принимаемой пищи. Но на самом деле, чтобы начать худеть, нужно разобраться с самими причинами, по которым мы не можем похудеть или по которым набираем вес. Вот несколько причин, которые мешают нам похудеть. Генетическое, прекращение физического роста, изменение образа жизни, это уменьшение подвижности, изменение качества и количества пищи. Если на первую причину мы практически не можем повлиять, то остальные причины нам вполне подвластны. В прошлый раз мы поговорили про количество пищи, в этот раз хотел поговорить про качество пищи. Итак, качество пищи. Во-первых, нужно соблюдать определенные пропорции, если вы хотите похудеть. Если у вас все устраивает вес, они совершенно другие. Это для тех людей, которые именно хотят похудеть. Жиры, белки, углеводы. Жиры составлять должны 10%, белки 55%, углеводы 35%. Жиры бывают как насыщенные, так ненасыщенные. 50 на 50, один к одному употребляем. Белков мы стараемся употреблять в сухом виде, достаточно считать. 20% от обычной белковой пищи рыба, куриная грудка. Чтобы вам примерно понимать, какой вес нужно съесть куриные самые грудки, умножаем, например, на 5 раз. То есть, если вам нужно съесть 100 грамм, значит полкило грудки или рыбы в течение дня нужно съесть. Углеводы. Они бывают быстрые и медленные. Простые или сложные, другими словами. Медленных углеводов должно быть 90% и быстрых 10%. Хочу напомнить, что этот период должен длиться полтора, максимум два месяца. Микроэлементы составляют особое значение в этом деле. Когда человек убирает какой-то объем пищи, их просто не хватает. Добавляем побольше овощей, которые содержатся в этом микроэлементе. Огурцы, помидоры, болгарский перец, редицы и прочее. Из исключения составляют те продукты, которые большой имеет гликемический индекс, например, свекла или морковь. Важно соблюдать не только пропорции, а в какое время мы их принимаем. Углеводы стараемся переносить на первую половину дня, а белки распределяем в течение дня. Хотел привести вам пример, который вот недавно у меня произошел. Обратилась ко мне женщина, которая по моей просьбе распечатала всю недельную норму своего, то, что она съедает. Достаточно низкая калорийность, но вес у нее стоял на месте. Она хотела похудеть еще на 11 килограмм. В результате просто мы поменяли некоторые продукты. Ну, например, вместо блинчиков мы внесли творог. Вместо горохового перя добавили рыбу. И все углеводы перенесли на утро. А вечером, в основном, белковая была пища. Не снижая дальше калорийности, прогресс у нее сдвинулся. И за два периода она похудела на 11 килограмм. К качеству пищи можно отнести ее разнообразие. Очень многие пытаются попробовать всякие монодиеты, сидеть на одних продуктах волшебных каких-то. Или есть одну капусту, или есть еще какой-то один продукт, начинает резко худеть. Но это в результате приводит к определенным заболеваниям. Разнообразие пищи должно быть чем больше, тем лучше. Микроэлементы не могут содержаться в полноценном одном продукте. Они содержатся во многих-многих продуктах. Пусть лучше съесть немного, но побольше разных видов. Любые продукты, пусть даже те, которые считаются, что они не очень хороши. Мы можем их включать в рацион, но разумно и по небольшому количеству. Углеводы, простые или по-другому быстрые углеводы, являются самым опасным продуктом. Дело в том, что всегда хочется поесть какие-то сладости, которые относятся к быстрым углеводам. Это пирожные, печеньки, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия. Их всегда хочется попробовать. Хоть небольшой кусочек. Но если даже небольшие продукты, съеденные вечером, они вызывают, провоцируют выделение инсулина. Это затормозит процесс расщепления жиров, который в основном происходит ночью. Не гонитесь за быстрым результатом. Пусть медленно, но уверенными шагами вы будете приближаться к своей цели. Помните, что быстрый результат может привести к падению того результата, которого вы достигли. Медленный результат, но правильными совершенными шагами вас приведет к больно-долговременным перспективам. Сами решайте, вам нужен кратковременный или более длительный результат. Если вам сложно составить программу самостоятельно, обращайтесь, мы в этом вам обязательно поможем. Подписывайтесь на наш канал, будьте здоровы, счастливы, уверены в себе и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok